Мы представимся, потом обозначим регламент и дальше уже идем согласно нашей теме. Итак, это мы начнем с тебя, Ольга. Расскажи о себе пару слов. С вами Ольга Иванова, ваш психолог, что семейный, кризисный, личностного роста. И сегодня я вместе с моим коллегой рассказываю вам о любви. Да, да. Я Сергей Гудков, психотерапевт, в том числе семейный психотерапевт. У меня есть одна из квалификаций на семейного консультанта. Принимаю пары, семьи, но и отдельно людей принимаю. И с этим запросом как раз примерно треть, может быть, чуть меньше половины людей приходят с вопросами, связанные с взаимоотношениями. Это как раз то, что обозначается у нас большим словом любовь. И вот наш эфир с Ольгой сегодня на эту тему. У нас будет регламент. То есть в начале мы, примерно полчаса наши в общей сложности, ну может быть минут 35. И я прошу, если у вас появляются вопросы, записывайте их. Пишите нам в прямой эфир так, чтобы мы после того, как изложили теорию, мы на них будем отвечать. Мы же не будем каждый раз, когда мы видим вопрос, все бросаем. Нет, мы не будем прерываться, да, а потом ответим на все вопросы. Да, потом ответим на все вопросы. У нас есть несколько объявлений в конце, ну как обычно, да. Потому что все невозможно уместить в один прямой эфир, и даже, наверное, в пять. Вот, спасибо. За поддержку, за сердечки. Да, да, сердечки это то, что, по крайней мере, я тоже, тоже люблю. Вот, да, как пузырьки. Ну, хорошо. Так что же такое любовь, Сереж, расскажи, пожалуйста. Yes. Да, вот это тот самый вопрос, на который так хочется ответить и сказать. А теперь возьмите ручки, тетрадки, запишите любовь. Это да. И на зачете сдадите это все. Словом слова мы будем ставить оценки. Если было все так просто. Да, если было все так просто. На этот вопрос сложно ответить однозначно. И в том числе потому, что есть несколько фундаментальных трудностей. Первая трудность, да, это трудность нашего языка. Потому что то, что мы говорим, да, это набор звуковых волн. Ну, условно, это слова, это символы, которые обозначают слова. И эти слова связаны с нашим внутренним опытом. То есть то, что мы видим, то, что мы чувствуем, эмоции, которые мы переживаем. Запахи, вкусы, ощущения равновесия. Вот это вот все наше тело, когда вовлечено. При этом слова, я бы сказал так. Слова это как вот мы приходим, Вячеслав, привет, привет, рад тебя видеть. Когда мы приходим, допустим, в ресторан, нам подают меню. И мы видим там первое. Борщ, суп солянка, уха какая-нибудь. И для каждого из нас, для каждой из нас, вот это вот борщ, это сразу тарелка, там что-то, жидкость, кусочки мяса, сметаны и так далее. В нашем восприятии. Все наши борщи, вот мой отличается от борща Ольги, от борща Вячеслава и так далее, и так далее. Но есть обозначение этого борща. Так вот, это обозначение, это не равно самому борщу. Вот это самая главная идея. Точно так же слова не равны внутреннему опыту. Они всегда беднее, всегда искаженнее. Это всегда, ну, лишь какой-то маркер. Это маленький-маленький разлычок. Поэтому, когда мы говорим слово, нам кажется, что мы иногда понимаем друг друга. А как я говорю, иногда даже удивительно, как мы вообще умудряемся понимать друг друга, потому что одно и то же слово имеет настолько разные внутренние значения. И особенно, я думаю, что Ольга тоже с этим сталкивалась. Особенно, когда мы консультируем пары, приходят люди, говорят про одно, но критерии настолько разные, что мы занимаемся, может быть, две трети сеанса тем, что переводим с языка одного человека на язык другой. Ну, как раз Ольга про языки любви сегодня расскажет, да? Что там чему соответствует. Или хотя бы что там вообще есть. Но, тем не менее, мы как-то понимаем. И вот это первая трудность. То есть, мы говорим любовь, да? Но что за этим словом стоит? Потому что любовь – это слово с очень, я бы сказал, обширным набором значений. Это как облако, куда можно вот все, что угодно запихнуть. Тем более, особенно в русском языке, слово любовь, оно применяется в разных контекстах. Обратите внимание, мы говорим, ну, там, я люблю клубничное варенье, да? То есть, еда. Я люблю натуральные вещи из ХБ, да? А вот синтетику не люблю. То есть, вещи. Дальше мы говорим, ой, я люблю, когда идет такой легкий дождик, но когда сильный ливень, я не люблю. Я люблю жить у моря. Я люблю, когда в доме тихо. Пум-пум-пум-пум-пум, да? Потом, ой, вы знаете, я так люблю своего ребенка, это такой чудесный малыш, он так мило проказничает. То есть, одним словом мы обозначаем наше удовольствие и неудовольствие от многих разных вещей. И когда мы говорим любовь, имея в виду контекст отношений, все остальные значения вот любви, они тоже сюда примешиваются. В этом сложность русского языка, потому что, насколько я помню, у тех же греков были разные слова у них, допустим. Любовь как дружба, это отдельное слово. Любовь как страсть, как влечение тел, эрос, влечение, это отдельное слово. Любовь к государству, это еще одно слово. Любовь как любовь на уровне созвучия души, это еще одно слово, понимаете? То есть, чем больше значения мы впихиваем в одно слово, тем сложнее, в конце концов, дать четкий ответ, что же это именно такое. Нам всегда нужно уточнять, что любовь в контексте любовных, вот автология, взаимоотношений, это... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, то есть, разные значения по глубине. Да, вот сложность языковая. Да. Следующий момент, следующая трудность у нас, это то, что... Обратите внимание, мы все учились в школе. Все учились в школе, мы проходили такой предмет, как литература. И что в литературе воспевается? Что в литературе воспевается? Вот, помните, начиная с четвертого класса и дальше, во всех произведениях, тема любви есть, но что там воспевается? Если есть ответ на этот вопрос. Мне на ум пришло только сразу... Да, вот, по-моему, в Онегине есть, где он увидел щиколотку там ее. И вот там целая страница только о том, какие эмоции он испытал от вида этой щиколотки. Да. Вот, Вика пишет, страдания. Страдания, конечно, да. Это особенность русской литературы, ну и вообще всей литературы, что любовь равно, по крайней мере, угроза счастью, да? То есть, это страдания, естественно, да. Вот. И хорошо, что Ольга сказала, еще один важный момент, да? То есть, любовь – это чувства, это эмоции, которые мы переживаем, это телесные ощущения, которые мы переживаем. И вот здесь, когда мы говорим, что любовь – это некое чувство, вот я всегда, я почувствую и узнаю, да? Вот, когда ты влюбишься, ты узнаешь, что это такое, ты это прямо почувствуешь, ты не сможешь это ни с чем спутать. Здесь мы попадаем на очень зыбкую почву, потому что чувства, во-первых, сложно описывать языком. У нас всегда есть какие-то метафоры. Да, да, есть еще Иван Барков, да, который описывал специфическую область взаимоотношений, да, как мог, так и описывал, да. Это тоже компонент любви, кстати. Но раз уж об этом мы заговорили, да, давайте тогда сразу. Помните вот это выражение «любовь» – это когда что, как там говорят, ну, кто там в животе водится? Тараканы и червяки, я всегда отвечаю. Ну, мы как, я как доктор тоже в первую очередь думаю про червяков, но есть более возвышенное выражение, что «любовь» – это когда там вот такие насекомые завелись особо красиво, да. Когда бабочки порхают в животе, да? Как они там порхают? У кого как, да? Что это такое? Точно, бабочки в животе. Но опять же, это такая метафора, которую сложно понять. Что это значит? Обратите внимание, никто не говорит, да, что «любовь» – это когда там некое напряжение внизу живота, там, тепло, да, я чувствую, как, там, допустим, увлажнение происходит, или если мы про мужчин говорим, как там происходит набухание чего-то. Нет, да, это вот все метафоры. И когда мы отсылаемся к чувствам, мы вступаем на очень зыбкую почву, потому что чувства в некоторой степени, ну, как я уже говорил, не передаются языком, во-вторых, чувства очень сложно как-то описать и сказать, что это, допустим, ну, условно, если любовь – это когда там у тебя в животе эти бабочки на 9-10 баллов, а что тогда на 8, а что тогда на 7? То есть это всегда условно. Нельзя сказать, что это сильно, это слабо, достаточно четко. Всегда есть какие-то сомнения, какие-то границы. И как только мы сталкиваемся с вопросом, допустим, а достаточно ли сильно это чувство, или там, а достаточно ли сильно у меня пришло тепло в сердце, когда я думаю про этого человека, мы начинаем что делать? Начинаем сравнивать, сравнивать с тем, как это было у нас, сравнивать с тем, как мы это узнали от кого-то когда-то. Ну, в той же литературе, как это там описывали. А вот она, у нее это было так, да, она аж готова была там условно покончить жизнь с убийством, а я пока еще не хочу, да. Значит, это не то? То есть возникают сомнения. И второй момент, и третий, вернее, момент, который мы тоже часто получаем. Что мы делаем? Мы обращаемся вовне, когда у нас есть чувства, чтобы получить некое подтверждение. Мы начинаем спрашивать, особенно если это касается любого взаимоотношений, спрашивать партнера. Ну, а что ты видишь, да, а что ты чувствуешь, а как ты думаешь? Это вот как раз то, что начинает, помните, я в нашем, вот-вот, да, как можно сравнивать. Но тем не менее, многие люди это делают, они сравнивают. А так ли сильно я это чувствую, что это можно назвать любовью? То есть возникает вопрос, да, где критерий? Потому что мы всегда хотим получить какой-то определенный ответ, да. Неопределенность для нас часто связана с угрозой, с тревогой. Поэтому мы ищем вот этой такой завершенности, что это точно оно. Дайте нам четкий ответ, чтобы это было точно оно. И вот мы начинаем искать подтверждение внутри, ссылаться на чей-то опыт и даже его выпрашивать, спрашивать, да. Ну скажи, а вот это так или нет, да? И одна из ошибок, которые делают люди в парах, когда у них есть любовные отношения, это когда они начинают постоянно перепроверять. Скажи, а ты меня любишь? Да, 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 да. Так, а я читала в гугле, да, что когда любят, звонят 10 раз в день, а может быть 15 раз в день. Так, а ты позвонил мне только 11, ага. Ну-ка, надо уточнить, а ты меня точно любишь, да? А ты меня сильно любишь? Что мы в таком случае получаем? Какую реакцию? Какую реакцию? Ну кто знает, кто с этим сталкивался? Кто задает такие вопросы? Я сразу говорю о трудности. Да, 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 да. Вот, кто-то сталкивался с этим. Да, спасибо за отклики, спасибо. Да, да, да. То есть, как только мы перекладываем свои сомнения вовне на партнера и просим, чтобы партнер нас заверил в том, что это точно так, мы получаем с его или с ее стороны вот это вот, да? Ну, сколько уже можно? Ну, хватит. Ну, что ты мне звонишь-то? Ну, успокойся уже. Это все в порядке, да? Особенно со стороны мужчин. Да. Хотя мы хотим определенности, но это не определенный. Вот это требование определенности начинает нас подталкивать к конфликтам. И я уже очень скоро передам слово Ульге, да, потому что мы как раз вот говорим про эти языки. Вторая ошибка, которую очень часто допускают, и прям это парадоксальное требование, которое люди друг другу предъявляют. Я хочу, чтобы, ну, условно, если ты меня любишь, чтобы ты сделал или сделала вот это, не знаю, там, чтобы ты меня носил на руках, купил мне бриллиант размером с луну, чтобы ты меня свозил на море, не знаю, чтобы ты мне заделал пять детей. Чтобы мы поехали в это воскресенье к моей маме, которую ты не любишь, но чтобы ты там вел себя хорошо, выкопал ей картошку, как она просит, да? Но сделала это не просто потому, что я тебя прошу, а еще и потому, что ты сам этого хочешь. И вот это, это, знаете, это как раз то парадоксальное требование, которое приводит, да, то парадоксальное требование, которое приводит к проблеме, что если ты это делаешь, когда ты это делаешь, пусть даже ты подтверждаешь этим действием тот критерий, который я задаю, то возникает вопрос, ты делаешь это потому, что я тебя просил или просила, или потому, что ты сам хочешь, а вдруг ты притворяешься, что хочешь, потому что я же тебя просил, да? И вообще вот это парадоксальное, не просто делай, да, а делай еще потому, что ты сам должен этого хотеть. Вот это требование, оно в корне невыполнимо, потому что либо мы просто говорим, вот делай так, да, либо мы говорим, ну, буду рад, если ты этого захочешь, но тогда ты либо сделаешь, если захочешь, либо нет. Если мы требуем оба этих уровня, мы получаем долгосрочный тлеющий конфликт, который будет с каждым разом опять на удивление подталкивать, подталкивать к новым сомнениям, к новой неопределенности. Ты делаешь, да, но ты делаешь только потому, что я тебя просил или просила, чтобы мне угодить. Да, понимаете? Поэтому, подытоживая очень коротко, да, вот такой галопом по Европам, самые основные моменты, что у нас есть языковые трудности. Слово «любовь» в русском языке связано с огромным количеством значений. Я бы сказал, что это номинализация с чрезвычайно широким смыслом, поэтому имеет смысл как-то всегда сужать, да, что я люблю, варенье люблю, да, или человека люблю. Или борщ, который этот человек готовит. Да, или борщ, который этот человек готовит и так далее, да. Да, третий момент. Знаете, бесконечные поиски и сравнения, как только мы туда вступаем, особенно апеллируем к своим собственным чувствам, что если есть любовь, то у меня, значит, должно быть вот это. Это вот такая топкая тропинка, на которой мы обязательно где-нибудь завязнем. Поиски заверений вовне – это провоцирование напряжения, особенно если это часто. И парадоксальное требование – делай это, и ты должен это хотеть, ну, или должна это хотеть делать сама по себе, спонтанно, между прочим. Это вообще невыполнимое требование. Поэтому вот ключевой рецепт здесь какой? Мы его скажем в конце эфира. Вот так. Да. Ну, вот очень кратко, и я передаю слово Ольге, потому что как раз вот этот разговор про любовь, про эти принципиальные трудности, он сталкивается с еще одной гранью, да, с этими критериальными конфликтами и значениями. Кто, как, все-таки умудрился хотя бы слабо обозначить для себя, что любовь – это когда там А, Б, В. Их пять штук, да? Сергей, ну я немножко хочу еще добавить вот про вот этот конфликт, да, когда хочу, чтобы ты это сделал, но еще чтобы ты сам хотел этого сделать. Здесь конфликт именно в том, и очень часто и мужчины, и женщины допускают вот это во взаимоотношениях, а конфликт состоит в том, что тем самым мы ограничиваем человека и нарушаем данное ему при рождении право, право выбора. Мы, по сути, подсталкиваем его, лишая вот ему самому выбирать, да. То есть ограничиваем его, не даем. Я бы сказал, что здесь даже математический парадокс есть, но не будем вдаваться в теорию логических куртов Расселла. Ну да. Не будем, да. И к языкам любви. В нашем современном обществе сейчас вот куда ни посмотришь, все очень любят там ставить там, например, 7 признаков любви, например, да. Вот я сегодня так вот полистала, думаю, как вы вообще их вычленяли, как вы их определяли, что вот там есть, допустим, 7 признаков, если они соблюдаются, то, значит, это точно будет любовь, да. Или, например, там, также очень популярная, если где-то встретите, допустим, книгу Гэри Чопра «Пять языков любви», вот он выделяет пять языков любви, да. Хорошая книга, я ее также рекомендую, но нужно понимать, что в каждой паре эти языки будут свои. И у кого-то это будет пять языков, а у кого-то это может быть 55 языков. Чувства, ощущения, переживания. У кого-то два, да, у кого-то вот, да. Или также мне нравится, что как можно сказать там, я очень-очень тебя люблю, да, или я так сильно тебя люблю, или еще как-то. Хотя вот как измерить вот эту величину любви? Она либо есть, либо нет, да. Вот что касается языков. Ну, я сведу все это буквально вот нескольким. Язык тела есть, язык слова, язык действий, что еще, язык времени, которое вы друг на друга тратите, и может быть язык еще, для кого-то это тоже важно, язык подарков еще можно выделить. Потому что какие-то пары, они разговаривают на вот этом языке. Вот. Но при этом нужно понимать, что во всех парах это также будет по-разному. И чтобы избежать конфликтов, изначально выстраивая отношения с человеком, лучше бы понимать, что под каждым конкретным словом вы подразумеваете, с чего вот Сергей сегодня начал, да. Потому что даже вот любовь, нельзя дать никакого определения, нельзя дать стопроцентного набора тех и эмоциональных переживаний, и физиологических, и химических процессов, которые могут быть здесь задействованы. И очень важно, когда, наблюдая друг за другом, вот люди в паре понимают, о чем они друг другу пытаются донести. Не все люди говорят слова какие-то о любви языком. Ну, могут не говорить, да. Либо он может говорить, но один человек, а другой его также может не понять. Например, вот спрашиваю часто у пар, что для вас есть радость? Что для вас есть счастье? Вроде бы для нас, для всех это обыденные понятия, да, но каждый закладывает какой-то определенный смысл. И уже идет непонимание одного другого. Это если говоря о языке. Дальше, допустим, о времени провождения. Да, Сереж, что-то хотел добавить? Я хотел привести пример один на эту тему. Я слышал великолепную историю о том, как один человек приехал в гости к родственникам мужа, и как она потом делилась, она говорит, было странно, что они ни разу не сказали про чувства, но они все время нас кормили. То есть первым делом, здравствуйте, вы уже покушали, пойдемте за стол. Давайте чай попьем. Буквально каждые полчаса. Но, говорит, я ни разу не услышала ни одного чувства за весь день. Мы по вам скучали, мы вас рады видеть, тому и как здорово, что мы здесь все вместе. Нет, но еды, говорит, было очень много. Вот язык, который принят в нашей культуре. Вот язык, это язык действия, да, тоже вот определенного действия язык. Вот тоже вот случай из практики. У меня женщина плачет горючими слезами, говорит, меня муж не любит. Ну, начинаем разбирать, при этом он ее каждый день забирает на машине с работы, и каждый день, садясь к нему в машину, у нее на сиденье лежит яблоко. Женщина обожает яблоки. Вот чай пьет с яблоками, просто так кушает яблоки, очень любит яблоки. То есть какое еще подтверждение его чувств нужно, да, вот казалось бы, да, ведь все так просто. Горючие слезы, он мне об этом не говорит. То есть прошло 20 лет нашей совместной жизни, и он перестал мне об этом говорить. Но по-прежнему кладет мне вот это вот яблоко на сиденье. То есть вот язык действий, он также у каждого разный. Язык времени, сколько времени кому нужно для того, чтобы провести вместе. Тоже он у каждого из нас очень индивидуален. Кому-то нужно больше времени самому с собой побыть, да, с самим побыть. Ну вот про действия, про поступки мы уже сказали, да. То же самое по физическим каким-то прикосновениям, по физическому контакту. Также у нас у каждого определенные разные потребности. И лучше, когда вы знаете о потребностях друг друга, тогда у вас не будет каких-то необоснованных ожиданий. И, соответственно, ни один партнер не сможет догадаться, что у вас в голове и чего вы от него ждете. Поэтому вот эти языки очень важны. Сереж, привет. Сразу напрашивается вопрос. Если люди в паре любят друг друга, сколько раз в неделю должны сексом заниматься? Есть ответ, товарищ психолог? Четко. Конечно. Столько, сколько хотят и сколько могут. Ну, бедности. Нет, вот ты нам точно скажи в граммах. Да, да, да. Где норма это? Да, где норма? Да, да. Норма у каждого вот здесь, да. То есть сколько вам необходимо для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо и спокойно в этих отношениях. Вот. Ну и еще хотела что добавить по... Вот тоже начал, Сережа, ты говорил, да? Если ты меня любишь, будешь носить меня на руках, да? Да, подаришь луну там с бриллиант размером с луны. Вот язык подарков тоже очень интересная тема, когда начинается, что вроде бы сошлись. И у тех, и у тех язык подарков, и у того, и у другого, да, язык подарков он присутствует. Но для кого-то полевая ромашка это уже подарок, это уже какое-то действие, да, и это очень ценно. А для кого-то надо вот определенный ценник, чтобы был у этого подарка. И вот тоже вроде бы язык один, но в то же время он очень разный у одного и у другого. Поэтому прежде чем обижаться, необходимо все-таки вот этот прояснить язык, на котором разговаривает ваш партнер. Эх, товарищ психолог, ну что вы опять нам не ответили, что если любят, должны дарить там, по крайней мере, два карата и не меньше, да? А если вот слабенькая любят, хотя бы с полкарата. Сереж, на самом деле два карата это очень мало. Два карата это очень мало. Пять, да? Пять, да. И норковую шубу там. А она при этом в партии зеленых. Опять. Вот это очень важно, вот такие моменты, вроде бы они простые, да, казалось бы, вот лежат на поверхности. Любовь это когда о тебе заботятся. Но это язык действий, да? То есть когда в паре говорят на языке действий. Хотя вот здесь вот, Сереж, давай к этой теме вот попробуем тоже ответить на вопрос, очень часто мне рассуждают, да, что есть главное в любви для женщины и что есть главное в любви для мужчины. И сколько бы я не пыталась объяснить людям, что это все-таки будет так же индивидуально, но какой-то такой вот общий подход все-таки есть, да? Для женщины важна определенная защищенность, особенно на этапе, когда это молодая семья, когда у них появляются только дети, да? Для мужчины это будет. Что ты можешь ответить, товарищ психотерапевт? Я бы сказал так, для мужчины это, не знаю, определенное согласие с ним, чтобы не переформатировать его так, как вот. Это, конечно, очень смутно, это трудно объяснить, но я бы сказал, что, хотя для женщины это тоже важно, для всех. У нас есть определенная вот эта, не знаю, дикость, вот эта селф, да, необузданность, которая включает темные стороны, что мы вот такие вот, какие есть, может быть, немножко корявые там еще какие-то, но какие есть. И когда партнер пытается нас, в кавычках, подчесать, поставить, что, ну нет, все, там, какая к черту рыбалка или охота или этот футбол, это же, ну вообще, примитивно как, вот лучше вот так. Или мужчина говорит женщине, все, ты там не будешь общаться с этими подругами, потому что они дуры какие-то набитые, там, о чем они, о тряпках говорят, да зачем ты вот лучше это, там, учи английский под моим присмотром. Как только мы лишаем другого человека некой вот этой спонтанности, самобытности какой-то части себя, искра начинает пропадать и в какой-то момент она так гаснет, гаснет. Ну что вроде все хорошо, знаете, как это слово, прилично, как положено, мы показываем хорошую картинку, но огонь еле-еле тлеет, если уже вообще не погас. То есть вот это вот, если понятно, я объяснил, ну, наверное, не очень понятно, но хотя бы намек я дал на это, да. То есть не надо лишать вот этой вот спонтанности какой-то, дикости что ли. И мужчина, и женщина, вот это важно. Поддержка мужчины со стороны женщины. Любовь дарит друг другу свободу. То есть все-таки правильно твои слова, истолкованно, на мой взгляд, да? Любовь дарит друг другу свободу. Ну, вот я сейчас пролистала вопросов, как-то не поступило. Да, да. Так вот, очень интересно. Спросим, теперь у тех, кто слушает нас, слушал нас, или может быть только что присоединился. Какие вопросы есть по этой теме? Прямо пишите в чат, и мы по возможности ответим. И Ольга, так как она посчитает, и я так, как я посчитаю вопросы, которые касаются, конечно, нашей темы, темы взаимоотношений. Темы взаимоотношений. Да, я добавить тоже, сегодня выставила, даже, такой анекдот на тему языки любви. Значит, она взяла его под руку. О, она взяла меня под руку, значит, она меня любит, подумал он. На улице гололед, подумала она. Да, да, да. Да, да. То есть совершенно разные столкования, да. Так, ну, а пока мы ждем вопросов, я посмотрю, да. Такой опыт есть, кто-то писал, что у нас про картошку. Про картошку заставляла есть, никогда не говорила словами, да. Да, это хорошо, когда вы можете понять, что, может быть, я жду слов, но я вижу действие, и для меня это равно, ну, равняется вот этим словам. Но не все же могут это понять. Некоторые ждут, когда восприятие жесткое, такое, ригидное, некоторые ждут, что будет именно вот так, вот так, как они научились в своей семье, вот так, как им показали в литературе или в каких-то художественных произведениях, когда мы смотрим вот эти красивые фильмы. Что если по морю не плавало, на нос корабля не вылезло, вот так, руки не раскинуло, да, с партнером, ну, все, ну, никакой романтики не было, да. Да, да, да. Любишь? Докажи. Да, 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 была такая реклама. То есть некоторые штампы прям внедряются, что если ты любишь, то там должен, ну, и, соответственно, если ты любишь, то должна, вот так, так и так. А мы уже все приготовим для этого, бриллианты, айфоны там и прочее, прочее. Так же, как сейчас популяризируется очень вот это вот сделать предложение, да, чем это будет оригинальней, там, как-то там с вертолетами, с шарами, с фейерверками, да, то вот это вот прям то доказательство, что вот такая сильная любовь. Да. 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 Мы говорим про любовные отношения. Или проверить, а действительно ли мне хорошо, да? Да, 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 да. Потому что когда мы говорим про брачные отношения, там есть важные моменты, которые стоит предусмотреть и прям четко договориться. Потому что брак и любовь – это и то, что вместе, и в то же время брак – это нечто большее, чем любовь. Там очень важный парадоксальный аспект есть. Кстати, вот в моей последней книге там про это есть, да, что такое брак и какие вопросы полезно задать друг другу до брака. Ты покажешь нам свою книгу? Ну, она у меня есть, вот сейчас под рукой нет, я не буду уже бегать, что-то я ее не положил под руку, да? Вот. То есть я продолжу мысль, что когда мы пытаемся найти неопределенность в некоторых вещах, в которых определенности вот в нашем вообще принятом смысле не может быть, то мы начинаем это портить. То есть иногда решением является не найти вот на 100% убедительное доказательство, которое навсегда положит конец моим сомнениям, а понять, что здесь не может быть такого доказательства и остановиться, прекратить искать дальше, сравнивать, что вот тогда, когда я вот первый раз влюбился или влюбилась, вот у меня было так, да, чистота сокращений была, когда я думал про человека вот такой, а сейчас уже не такая это значит, да? То есть прекратить вот этот поезд, прекратить искать, ну, по крайней мере, назойливые подтверждения вовне, потому что чем больше мы просим, тем меньше хочется это делать. Ты меня любишь? Да. Ну, скажи-ка, как ты меня любишь? Сильно-сильно. Ну, а еще пять раз скажи, да. Как-то ты неискренне это говоришь, да? Как-то ты неискренне это говоришь. Да. И прекратить требовать вот этих парадоксальных вещей, что не просто делай, но еще и хоти это делать. Это всегда противоречие, которое заложено вот просто в самом требовании. Либо я буду рад или рада, чтобы ты это хотела, да, сама по себе, но тогда человек может и не делать, потому что может не хотеть. Либо я прошу, чтобы ты это делал. Хочешь, не хочешь, и мы не настаиваем на этом компоненте. Вот это то, что прямо отравляет отношения, отравляет отношения, портит любовь. Ну, вот так. Еще про время. У нас пока есть немножко времени до конца эферы. Я хочу сказать, что мы часто думаем, вот у нас, опять же, в литературе романтическая любовь, то, что воспевает, то, что показывает, это обычно начало отношений. Когда страсть, когда много эроса, когда много эмоций, когда много действий, поступков. Но если мы говорим про парные отношения, то важно помнить, что это процесс, который течет. Там есть фазы, есть начало, есть бурное развитие, есть пик, там есть какое-то плато, есть определенный спад. Отношения могут дальше продолжаться, там какие-то колебания есть. И вот очень важно знать, как отношения трансформируются. Потому что фаза розовых очков, когда вот только познакомились, когда там все пылает страстью. Это одна ситуация. Когда люди прожили в браке 25 лет вместе, говоря словами Задорного, потому как он ключ в дверь вставляет, она уже знает, сколько и с кем он сегодня выпил. Это другая ситуация. И искать вот сейчас того же, что было тогда, но это тоже неразумно. И об этом я тоже в книге описал, хотя бы коротко, принципиально, какие есть типовые вот эти фазы. В чем разница между ними и какие бывают ключевые ошибки при построении взаимоотношений, когда мы их делаем вот здесь, там, здесь, здесь. И начиная с какого момента отношения начинают прямо ухудшаться, рушатся. Там вот про эти требования тоже есть. Я думаю, что для тех, у кого есть более-менее взрослые дети, особенно для девочек, потому что книга для женщин, в основном для женщин, есть смысл посмотреть, чтобы хотя бы на старте не наделать самых-самых грубых ошибок. Как мне многие пишут уже, и взрослые мои читательницы, у меня и читатели есть, есть коллеги, которые тоже читали книгу. Те говорят, вот эту книгу надо давать девушкам лет в 15-17, в 18, чтобы они прочитали ее, прям зачет сдали. Хотя бы самого-самого такого ужасного не сделают, уже хорошо. Сереж, хорошая идея, можно открыть школу. Ну или хотя бы курс. Вот знаешь, как есть курс молодого бойца, да, в начале армии, когда вот молодые люди поступают на службу. Так и вот здесь вот курс такой. Так, курс молодой влюбленный. Да, да. Да, но только не курс женственности. Нет, нет. Иначе это можно увести совсем в другую сторону, да. Да, да. Плюс еще вот хочу добавить, что вот к тому, что ты только что сказал, очень многие не думают о том, что любые отношения – это развивающаяся система. Раз эта система, она имеет определенные свои принципы, закономерности развития, и в любой системе одна из закономерностей – это кризисы. Они неизбежны, они всегда были, есть и будут. Другой вопрос, что когда мы знаем о их существовании и как они могут проявляться, мы к этому готовы и воспринимаем от себя, от партнера, это более-менее спокойно, насколько уже мы можем регулировать себя, да. Когда мы не знаем этого, не владеем этой информацией, то для многих кажется, что вот этот кризис – это все, это крах, это прекращение любых отношений, да, и так далее. Это тоже очень такой важный момент, то есть такое просвещение, да, знать не только о кризисах личностных, да, когда вы знаете о возрастных каких-то кризисах, о детских кризисах очень многие знают, да, какие-то возрастные, потому что посещают какие-то курсы, читают блоги, сайты там и так далее, литературу очень, но почему-то к кризисам отношений относятся очень-очень так, да, нас это не коснется, у нас такая любовь, да, в самом начале такая любовь, опять же выдавая любовь за влюбленность. Да, вот это нечто неопределённое, что вроде оно у нас есть, это равно счастье, да, оно всё прям вынесет на себя. И я периодически слышу обвинения, когда мне говорят, Гудков, ну вот вечно ты со всеми этими критериями там, с мозгами, ну это же чувства. Я говорю, да я не против чувств всегда, да, я за то, чтобы хотя бы немножко ещё и разума было в этом. Потому что если мы опираемся только на одну сторону, если это чисто разум, ну это расчёт, да, это может быть, это могут быть крепкими отношениями, но без страсти. А если это только страсть, сгорело и всё, топливо закончилось, это тоже конец. Да, вот когда есть и то, и то, и то, и то, и как это совместить, вот, пожалуй, это самый такой хороший, сложный вопрос, ответить на который можно только на практике. На практике. И помнить, что практика заключается не только в том, чтобы решить всё так, чтобы ни одного сомнения малейшего не осталось, что теперь чётко уверены, что это мой человек, что мы идём правильным курсом, что вот у нас правильные отношения, что у нас правильные цели, у нас правильное количество детей, мы правильно распределяем время и так далее, и так далее. Ну и помнить о том, что правильно не отвечать на некоторые вопросы, которые бессмысленны. А чтобы вот это вот всё выстроить правильно, одно, второе, третье, пятое, да, то есть как бы гармония по всем жизненным сферам, да, ну, я всегда, например, говорю, что нужно всегда начинать с себя, потому что если ты не знаешь себя, то ты не сможешь увидеть ничего в другом человеке, потому что ты в нём будешь искать себя. Если ты не умеешь любить себя, то ты не сможешь точно так же притянуть другого человека, да, потому что вот любовь к себе, она определённая энергия, которая также притягивает к тебе. И тогда ты будешь искать вот эти вовне всегда вот это доказательство, что а ты меня любишь, а как ты меня любишь? А вот так или вот так, да, или там вот до неба и обратно. Поэтому вот, а как узнать себя, как научиться любить себя? Ну, вот я, например, провожу такие занятия для женщин. Пожалуйста, женщины мои дорогие, приходите. Помимо того, что вот прочитаете книгу Сергея, пройдёте у него курс «Молодой влюблённый», можно ещё пройти индивидуальный курс терапии, либо у Сергея, либо у меня. И на групповые занятия для женщин, пожалуйста, жду всегда вас с радостью для крепости отношений, для счастья, увеличения счастья в этом мире. Скажи, вот у тебя же ближайшие мероприятия какие-то есть? Скажи, что у тебя будет? Ближайшее мероприятие, это вот 4 февраля, мы летим в Сочи, но там у меня тур психологический, антистрессовый. И группу мы уже набрали, поэтому я не анонсирую это мероприятие. Но подобные мероприятия будут у нас ещё летом, и выездные в городе Омске, плюс клубные занятия у меня каждый месяц есть. Именно женский клуб, женский клуб «Живо я», он бесплатный. Также, где женщины общаются, где я даю какие-то практики, да, разбираем какие-то вопросы, с которыми приходят у меня девушки, женщины. Поэтому это тоже следите за анонсами, всё анонсирую, всё это есть. Ну и также платные мероприятия различной направленности, и на изучение себя, и на какие-то узкие темы. Так же всё это бывает. Окей. Вопросы нам никто не написал, вопросов нет, да, либо все ждут. Либо все ждут ещё каких-то откровений, что вот он. Ну, я думаю, что мы эту тему продолжим, что мы периодически и с Ольгой будем прямые эфиры делать. И я провожу прямые эфиры, например, вот мой клуб, который в прошлом году запустил «Я и моё тело». Я пока его в прямом эфире, пока у нас такая ситуация продолжается, в прямых эфирах делаю. Вот на той неделе, по плану, 28 января будет. А с Ольгой, я думаю, мы подготовим ещё как минимум пару прямых эфиров, уже более специфически на какие-то конкретные вопросы. Поэтому я призываю, если у вас есть вопросы, идеи, предложения, пишите прямо в личку мне, пишите Ольге. Мы на это ориентируемся, когда мероприятия проводят. Да. Вот такие. И вы получите ответы на свои вопросы, и нам более понятно, что вам интересно. Потому что на самом деле, вот вначале Сергей сказал, что тема любви, она очень обширна. Тема взаимоотношений – это очень большая тема. И не хватит прямых эфиров, чтобы всю её раскрыть. Очень много нюансов, очень много каких-то направлений и составляющих в этих темах. Поэтому ваши вопросы помогут нам подготовить для вас прямые эфиры, а вам получить уже более детальные ответы на то, что вас интересует. Ну что ж, тогда я предлагаю на этом закончить. Я думаю, что хотя бы несколько важных моментов мы сказали, и даже если вы запомнили хотя бы один-два, уже хорошо. Почему-то мне написали, что пишут вопросы в комментариях. Так вот. А, ты видишь в комментариях? Да. Почему человек порой не понимает, любит ли он сам или нет? Ну, я отвечу, потому что есть вот эта критериальная сложность. Критерий – это какой-то значимый признак, достижение которого является, то есть это равно тому-то или тому-то. Вот условно. У нас критерий какой? Мы светло или нет? Мы можем это понять. Если мы что-то едим, сладкое оно или нет, мы можем это понять. Это простые вещи. Одна тысяча рублей или пять тысяч. Мы смотрим на эту купюру и сразу понимаем. Это просто решить. Допустим, вы запланировали действие – вымыть полы в кухне. Вы вымыли, да? Вы знаете, вы это вымыли или нет. Другой вопрос, как только мы добавляем дополнительный – тщательно вымыть. Тут уже неопределенность. Достаточно ли тщательно я вымыл или вымыла полы? Что такое тщательно? Это означает в каждом уголке или в каждом уголке плюс пройтись еще сверху по плинтусам везде, или плюс еще протереть подоконники и так далее. То есть вот здесь уже у каждого есть свои критерии. Представляете? Вымыть полы тщательно – уже там какие-то вопросы возможны. Здесь огромное слово «любовь», которое у нас связано со множеством других контекстов, поэтому куча вопросов. И если для человека изначально нет вот этой критериальной определенности, что, допустим, в отношениях, в любовных отношениях я люблю, когда там, ну хотя бы раз, два, три, четыре, пять, то, конечно, это всегда вопросы, вопросы к себе, апелляция к чувствам. А здесь важно еще, что я делаю при этом, да, или наоборот не делаю. То есть это апелляция к чувствам. Чувства – это всегда вот неопределенность, это вопросы вовне, вопросы к каким-то авторитетам, которые успокаивают на время, но создают новые вопросы еще больше. То есть это всегда неопределенность. И она принципиальная, да. Вот поэтому, наверное. Ну и я бы еще добавила, если человек не может понять, любит он сам или не любит, то есть сам он другого любит или не любит, это вопрос еще к нему. Опять же, вот себя он любит. Ну да, потому что, если себя не люблю, я даже не знаю, что это такое, мне трудно сравнить. Да. Если хотя бы себя люблю, с собой хорошее взаимоотношение, вот это самоопределение, да, со мной все в порядке. Да, да, да. Тогда можно более смело смотреть на множественные вот эти аспекты, да, что я думаю, что я чувствую в тех или иных ситуациях, что я делаю, что я не делаю, на что я готов, ну, не готова и так далее. И по своему списку, смотри, это любовь или нет. Да. Еще один вопрос у нас. Как можно назвать такие отношения, когда мужчина женат и не бросает жену из-за ребенка, при этом тянется к свободной женщине? Как это расценивать? Такой вот вопрос. Вопрос неопределенный, да, автор вопроса. Чего ждет от нас? Любовь это или нет, это может быть, да. Может быть, любовь, может быть, еще что-то, может быть, просто страсть, может быть, это только эротическое влечение. А что тогда? Как это сказать? Вот еще один такой аспект, что если ты любишь, то должен любить только меня, смотреть только на меня, все твои чувства должны быть только ко мне и ни капельки на сторону. Но мы не можем перекрыть кран вот везде, да, и сделать так, чтобы человек вообще ничего не замечал. Неважно, мужчина это или женщина, мужья тоже бывают очень ревнивые. Почему ты на него посмотрела, да, ты что же там на парней пялишься и так далее, зачем ты в зал пойдешь, что тебе тренер нравится, ну, вот эти вот бескочные претензии, да, что все должно принадлежать только мне. И как только мы говорим про это, мы ставим человека, ну, в какую-то сложную ситуацию. Либо человек должен вырываться тогда из этих рамок, чтобы доказывать, что ты не можешь мной управлять. Либо человек подчиняется, тогда и тому, кто это требовал, не достается тоже ничего, потому что нельзя выключить вот это избирательно. То есть, может быть, не знаю, это может быть большое сильное чувство, может быть какая-то ситуативная страсть, это может быть просто холодный расчет, что ну и я и там, и там, и так далее, и так далее. Доказательство себе, да, о своей состоятельности. Да, это может быть даже некое требование, типа, ну, что там, в определенной среде это просто должно быть, ну, типа, что ты там за бизнесмены или политики, если у тебя там нет еще кого-то и так далее, и так далее, На тебя даже смотрят так несерьезно У нас еще есть вопросы И не так много времени Вот про языки любви Спрашивают, что они со временем Меняются в паре или это прям С рождения остается Они меняются не столько В паре, сколько они меняются В Взрослении человека В психологическом взрослении Самого человека, когда человек Сам меняется, может меняться Его язык любви Молодая девчонка, влюбляясь Она что ждет? Она ждет больше слов Больше ждет Каких-то вот таких проявлений Конфетно-букетных Показательных выступлений Вот такой язык любви Ей понятен Расценивается ей Как такой очень важный В более зрелом возрасте Человек уже ждет Другого, других действий Может быть даже не столько слов Сколько больше действий Поэтому вот язык любви Он скорее будет меняться Вместе с взрослением человека Либо взрослением двух партнеров В паре Тогда не нужно ли искать эту определенность? Ну, я думаю, мы ответили на этот вопрос Да, по определенности Так, пара, у которой разные языки любви Обречена на конфликты? Нет, важно, чтобы пара могла договориться между собой Когда вы видите, что у вас разные языки любви Вот о чем Сергей говорил, да? Если человек хочет, он даст тебе то, что ты от него ждешь Это будет язык любви словами, действиями, временем и так далее Но он захочет этого сделать сам Да То есть языка на язык можно перевести Когда оба хотят Можно, во-первых, другому научиться Ну, как бы новому языку Языку партнера, да? И партнер тоже может выучить язык партнера Чтобы понимать, что условно Вот это яблоко на заднем сидении Равно там Что он пять раз сказал Как он сильно тебя любит Ну, вот в такой форме Или как он скучал целый день, да? Ну, да Бывает ли любовь с первого взгляда? Я думаю, что в нашем мире все бывает Может ли мужчина одновременно любить двух женщин? Ну, тоже вот сейчас только ты отвечал на этот вопрос Вот, да, про женатого мужчину Я думаю, здесь вот Как-то один мой мудрый коллега на эту тему говорил Что мужчина может любить двух, трех, четырех, пять, шесть Но, пожалуй, не больше десяти Потому что потом он начинает уже путаться в именах Да Так, в большинстве отношений Партнер пытается контролировать твои действия Например, где сейчас? Когда будешь? Зачем туда пошла? И так далее С чем это связано? Очень это напрягает Ну, да Здесь мы имеем дело либо с ревностью И, может быть, даже с патологической ревностью Которая часто проистекает Из крайней неуверенности в себе Потому что вот эти контролеры Это те люди, которые все время чувствуют угрозу Что если вдруг, не дай бог Она на кого-то посмотрит Это равно сразу не любовь Это означает, что я разочарован Крах всей жизни И вот так Как правило, это связано с глубокими психотравмами Что я уже в детстве это пережила Или пережила Поэтому сейчас во что бы то ни стало Пытаюсь контролировать Чтобы избежать повторения вот того же самого В таких случаях, как правило Здесь полезна психотерапия Не говорю, что нужно Можно мучиться дальше У меня есть женщины Особенно, если человек рядом любит, да? Доставлять эти мучения Это очень трудная ситуация Полезно, полезно И пары, и конкретно того У кого эта ревность безумная Вячеслав пишет Я бы с удовольствием пришел на групповое для женщин Но я вас понимаю Я тоже туда с удовольствием хожу Не поверите? Да Так, классный эфир Спасибо, спасибо вам Так Пролистала всю ленту Вроде ответили мы на все вопросы Если мы на какой-то вопрос не ответили Если я сейчас какой-то вопрос пропустила Я прошу вас, пожалуйста Продублируйте свои вопросы В личные сообщения мне или Сергею И мы подготовим еще эфиры И ответим на эти вопросы в следующих эфирах Насколько это будет возможно Да Спасибо, что были с нами Спасибо за добрые слова Рады были провести этот эфир для вас И, конечно, рада, когда вы слали нам сердечки Вот эти, как множество пузырьков Это одна из самых восхитительных частей Все, до новых встреч Пишите вопросы, если будут идеи И так далее Книга есть у меня Она у Ольги тоже в скором времени будет Так что вы там тоже сможете ее приобрести Спасибо Вот, спасибо Все